Только начали играть в Айон? Посетите канал Ламповый Айон. Лампово, а самой лампово игре. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Наконец-то на официальном портале Айонки вывесили точную дату установки апдейта. Собственно, как я и говорил, это 18 декабря. Кстати, тут же и анонсировали небольшой конкурс репоста на 10 штук бонусов по 500 рублей, 5 премов на 30 дней и 3 према на 180 дней. Так что все, кто желает поучаствовать, все есть в официальной группе Айонов ВК. Но мы с вами тут сегодня собрались по другому поводу. Очень и очень часто во время стримов, да и просто в комментариях под видяшками спрашивают, а как там сины в новом апдейте, как там танки, кто сейчас нагибает и кто же является имбой. Вот собственно в этом мы сегодня с вами вместе и попробуем разобраться. Тардис подготовил нам две замечательные статьи с полным описанием всех изменений скиллов всех классов в грядущем обновлении 6.5. За это давайте дружно скажем ей спасибо. Полностью все мы конечно читать и рассматривать с вами не будем, ибо это выйдет очень долго. Если честно, мы с ванилькой пробовали это сделать, в материала вышло минут на 40-50. Так что я постараюсь уложиться в коротенькие сроки. А кто захочет полностью все почитать, ссылки на статьи будут в описании. Итак, поехали. Первыми у нас идут глады. И если внимательно почитать всех их измененные скиллы, то просто идет однозначный буст класса. Тут вам и берса изменят и усилят, так же и масухи станут коварней и даже агр повысит. Так что в целом глады станут себя чувствовать еще лучше чем сейчас. Хотя кто говорит, как бы куда лучше. Дальше идут у нас стражи. Как же вы бедные страдали то весь пасть 6.2. Ну теперь все радуйтесь, настало ваше время. Первое что кидается в глаза это повышение агро. Да, теперь у вас его до жопы, сможете нормально танчить. Куча скиллов которые в случае удачной атаки или крита будут откатываться быстрее аж на 70%. Добавит повторки еще с маленькую горстку всего. Так же помимо этих изменений не забывайте, что всю физическую атаку в 6.5 повысит где-то на 20-25%. Так что стражи это тоже касается. В общем тут бесспорный буст. Еще один страдальный класс апдейта 6.2 это сины. И вот их скиллы я пересчитывал раза 3 и до сих пор в легком шоке. Просто дохренище отталкивания и микроконтроля. Практически у всех скиллов срежут откаты. Один скилл поднимут аж в 27 раз. Ну ладно, последний это я чисто для внушительной цифры высчитал. Ну и так же не забываем про повышение физ атаки в целом. Собственно у синов теперь будет все шикарно даже лучше чем у танков. Дальше идет мой любимый класс лучники. Ну тут в общем все печально. Решалку порежут, зачем-то изменят всякие сомнительные скиллы типа уловки охотника и усиление стрел. Эфирную стрелу вроде как в норм приведут, но по факту а кто ей пользовался то? Ну и самое печальное урежут тигринку. Короче собственно луков чутка приземлят, но не сильно. Так как не забываем в целом про повышение физ урона. В общем плюс минус они на том же уровне и останутся. Пилоты. Повышают агру, чутка сопротивление шоку и дают доп дебаф. Как-то их изменения практически не коснулись, как были имбой так и останутся. Правда настолько неудобный класс, что за него почти никто и не играет. Сниперы. Пиу-пиу. С одной стороны чуть нерфят их дебафы, с другой повышают точность магии и дают доп очищалки против рутов. Такой знаете неоднозначный буст, но все-таки как ни крути это все-таки буст данного класса. А вот дальше я удивлен, самый любимый корейский класс в волшебнике. Его изменения вообще незначительны, так что он просто остается на месте. Нами всеми так, любимые заклинатели. У них достаточно внушительный список изменений, который включает в себя и снижение урона на некоторых скиллах, и увеличение отката этих самых скиллов, а также нерв в загробке. Так что тут бесспорно нерв класса в целом. Но все мы с вами прекрасно знаем, сколько их не занижая закла еще те вредные создания. Поэтому по факту не особо-то они это и заметят. Барды. Это один из немногих классов, которым досталось больше всего. Практически все изменения направлены в худшую сторону. Хили теперь они будут куда слабее, да и поправят им слегка их бафы, которые теперь заклами будут сниматься проще. В общем нерв класса налицо, особенно в отхиле. Охо-хо, имба, паще 6-2, чародеи. Совсем слегка добавят выживаемости под обрядом защиты, а вот все остальное просто вниз. Особенно это коснется их действительно читерных хилок заклятия очищения и заклятия регенерации, которые теперь не будут привязаны к силе исцеления. Так что теперь они станут куда менее живучими. Ну и напоследок хилушки, которых по факту так не очень сильно коснулись изменений. Из прямо такого ценного эта цепь страданий теперь будет тикать чаще, но слабее. Вот примерно так. Почти у всех классов изменены ДП умения. Так что настоятельно рекомендую ознакомиться со всем списком изменений более детально. Ну и вторая статья рассказывает нам о том, какие новые скиллы Девниона добавят всем классам. У Гладов двойной прыжок можно заменить на раскол тверди, что-то типа микроудочки. Или же порез в прыжке. Повышенная атака, но срезанная дистанция. А проникающий клинок меняется на усиленный туман смерти, который добавит обездвиживание цели и сброс двойного прыжка. Или ураган клинков добавит еще один допа прокит. Стражи. Рассеченная рана заменяется на гибельное рассечение. Что-то типа отталкивания, но чутка работать будет по-другому. Или поглощающий порез. Это вампирка. А подсечка сменится на усиленный роковой удар или вероломный выпад. И то и то не кисло так бустят вашего персонажа. Каждому выбирать свое. Дальше. Убийцы. Вместо атаки вампира сможете выбрать чудовищное нападение. Повышенный урон плюс вампирка. Или роковая атака. Не кислый такой доп урон. И если повезет еще и опрокит. Распятие сменим на усиленная рассекающая атака. Тут вам и доп урон со спины и повышенный крит. Или же призрачное убийство. И так же если со спины доп урон и еще одно доп углушение. Стрелки. У стрелы судьбы будет выбор. Стрела разрушения, снималка защитных эффектов. Или смертельная стрела. Аж на 30 метров стреляет. Но порезан урон. Как бы такое себе. А стрела молчания преобразуется в безмолвная атака. Не снимаемая немка к штате, что у читерна, но 40 секунд кд. Или стрела оцепенения. Физическая немота. Дальше. Чародеи. Раскалывающий удар. В кровавый удар. Просто мощнее, но жрет хп. Или безупречный удар. Массовый опрокит. А из тумана резонанса можно сделать усиленный резонирующий град, повышенный урон и буст персонажа, если цель опрокинута и повышенный крит. Или же резонирующая рассекающая атака. Пониженный урон, но бьем чаще. Цалители. Свет восстановления конвертируется в стремительный свет. Меньше хилим, но чаще и нету подготовки умений. Или же очищающее восстановление. Массхилка, но откат больше. А гром небесный в усиленный гром. Вот тут господи боже, массуха у хила. Или же небесная ярость. Меньше урон, но тройной триггер. Волшебники. Копье урагана делаем в воздушное копье. Увеличенный урон плюс дебаф на скорость бега и как я понял он стопроцентный. Или пространственное копье. Также остается триггером и вампиркой, но добавляется шанс на дебаф скорости и бега и уменьшает перезарядку и сгиб пространства и времени. А мощная вулканическая вспышка в невероятное извержение вулкана, массуха с воздушными оковами. Или сотрясающая вспышка, массуха с отталкиванием. Заклинатели. Атака элементаля трансформируется в ослабляющие чары элементаля, увеличенный урон и если проходит крит будет доп критический удар. Или же окова элементаля, массуха с рутами. А кражи души переделываются в усиленный захват души, написано что увеличивает урон, хотя вроде как бы и нет. Но главное то что снижает перезарядку атаки элементаля и атаки стихий. Или же пылающий дух. Если нанесен критический урон, снижает время перезарядки умений антимагия, магическое возгорание, жечьара и взрыв магии. Барды. Аккорд души в аккорд железа, главное что увеличивает сопротивляемость оглушению, отталкиванию, опрокидыванию, развороту воздушным оковам, защиты от накипи и прочего прочего. У 12 членов альянса в радиусе 25 метров. Или аккорд гнева небес, массуха с оглушением главной цели. А рапсодия шквала меняется на усиленную мелодию урагана, массуха с воздушными оковами чуть лучше чем была в 6.2. Или аккорд урагана, массовый удар с повышенным уроном и пониженным откатом. Пилоты. Удар немоты делаем в наказание тишиной, это неснимаемая немка, вот этого нам не хватало. Или же в безмолвный выстрел, немка на большем расстоянии. А ответный выстрел в усиленный контратакующий огонь. И главное в нем снижает время перезарядки умений скоростная атака. Если атака оказывается критической, перезарядка вообще полностью сбрасывается. Или карающий взрыв, становится массовым ударом с двумя повторами. Снайпер. Снежный взрыв делаем в парализующий взрыв. Это действительно злой скил, если цель будет в шоке, то сверху прилетает еще и парал. Или сковывающий взрыв, скил с массовым замедлением. Восстановление града стрел мы переделываем в усиленный целительный шквал. Снижает время перезарядки умений усиления магии. Ну и может в случае крита по вам больше отхилить. Ну или целительный выстрел сильнее и больше хилит. Как-то так. Как видим, кого-то не кисло так нерфанули, а кого-то забустили. А вот некоторых вообще оставили на своих местах. Пока со стороны вроде как кажется, что плюс-минус все правильно. Проседающие классы подняли, сильных чуть опустили. Но как это окажется все на боевых, мы с вами узнаем уже совсем скоро. Осталось ждать-то чуть-чуть. Если у вас есть мысли, кто станет новым бой, кто ей останется или же станет аутсайдером, пишите в комментариях, всегда интересно их почитать. Ну и также напоминаю, что полностью статьи вы можете как всегда почитать в базе знаний. Ссылки на них будут в описании. Спасибо огромное Фанни Айон за поддержку. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, стукайтесь в колокол, подписывайтесь и приходите на стримы. Всем классом удачного нагиба.